Задумывался ли я когда-то прекратить медицинскую деятельность? Нет, у меня никогда такие мысли не созревали. Это моя жизнь, это 24 часа в сутки и 7 дней в неделю я живу этой жизнью. Я родился в медицинской семье, мои родители были врачами. Папины предшественники имели медицинское образование и врачевали в Московской области. Папа с мамой одновременно во время войны завершили обучение во Втором медицинском институте. Мама ушла на фронт, а папу послали работать в Орловской области. Потом они в 1949 году вернулись в Московскую область и здесь работали до конца своих дней. Папа почти 70 лет проработал, а мама 60 лет в медицинских учреждениях нашего района. Вообще семья у нас большая и большинство из них были врачи. И в общем династия наша больше 300 лет. Конечно, у меня не было другого пути, как стать врачом. Окончив медицинский институт, я поступил в клиническую ординатуру Московского областного института. Окончил ее, и я решил стать кардиологом и пришел работать в 80-м году в кардиологическое отделение этой больницы. Я стал кардиологом, потому что я брал пример со своего отца. Моя жена тоже врач-кардиолог, которая много лет проработала в Люберецком районе. У нас родились дети, и сын тоже стал врачом, и работает в Московской области, и возглавляет рентгенхирургическое отделение в городе Домодедово. За свою врачебную деятельность, конечно, я наблюдал более нескольких десятков тысяч пациентов. И это были различные пациенты. Это были с тяжелыми заболеваниями, с менее тяжелыми заболеваниями. Это были больные с неизлечимыми заболеваниями и выздоравливающие со временем. В каждом пациенте есть капля нашей жизни, независимо от исхода. Сегодня мы передаем опыт нашим молодым врачам, которые недавно завершили обучение. У нас сегодня проходит обучение два врача-ординатора, которые учатся в клинической ординатории. Передаем опыт и врачам другого поколения, которым набираются опыта и уже достигли определенного уровня. У нас в отделении преемственность в работе и наставничество развито в течение многих лет. И мы продолжаем вот таким коллективом разного возраста поддерживать очень теплые и добрые отношения. Конечно, за эти годы работа в кардиологическом отделении многое изменилось. Появились новые современные методы лечения больных острыми коронарными синдромами. В частности, это оперативное вмешательство, которое проводится вот в этом кабинете, где мы с вами находимся. Здесь мы лечим больных не только с заболеванием сердца, но и с заболеванием других органов. А еще раз повторяю, я никогда не хотел сменить свою профессию. Я благодарен всем сотрудникам, которые работали со мной в течение этих лет. Конечно, и те, которые работают по сей день со мной. И я желаю всем тем, которые приходят к нам работать, чтобы они оставались такими же молодыми, такими же энергичными и преданными своему делу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!